Немецкий физик-теоретик Макс Планк любил говорить. Каждый выдающийся исследователь вносит свое имя в историю науки не только собственными открытиями, но и теми, к которым он побуждает других. Давайте делать открытия вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Ведущие страны мира разрабатывают и тестируют оружие шестого и седьмого поколений. Какое оно вооружение будущего? И кто из стран может похвастаться уникальными разработками? Ракета для этого комплекса, летящая со скоростью порядка 10 чисел Маха, сможет эту цель достаточно эффективно догнать и порасить. Шиномонтажник-гигант, грузовик размером с 25-этажный дом. Самые невероятные машины в мире. Как выглядит самый большой экскаватор? И где в России можно встретить красную пантеру? Стадион Лужники, он может засыпать за считанные минуты. Люди с клешнями на ногах. Где они обитают и почему стали такими? Впервые результаты многолетнего исследования генетиков. Смогут ли врачи спасти племя Вадома от страшной болезни? Они решили, что это посланник богов. Что не просто так боги дают им, таких детей не должны остаться. В Бельгии вновь откроют знаменитый ресторан «Тысячи духов». Почему местное население панически боится этого места? И куда на самом деле исчезали посетители заведения? В последствии этот ресторан стал, скажем так, местом ритуальных убийств. На каком языке говорит преступный мир России? Откуда взялась так называемая «феня»? Удивительная история тайной организации, которая стала могущественнее масонской ложи. Это были бродячие люди, чисто разбойными делами занимаясь, с одной стороны, да, и занимаясь мелкооптовой торговлей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Новые российские ядерные торпеды могут накрыть американские города гигантской радиоактивной волной. С такими заголовками выходят ведущие западные змеи. Речь идет о новом российском проекте под кодовым названием «Статус-6». Истерия вокруг него не утихает уже третий месяц. В частности, Пентагон выступил с заявлением, что новая русская разработка представляет серьезную угрозу для США. По данным военного ведомства, российский подводный плавательный аппарат оснащен ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн. А дальность действия орудия составляет 10 тысяч километров. Аналогов такого оружия нет ни у одной страны. Вооруженные силы ведущих государств мира сегодня создают и тестируют оружие 6-го и 7-го поколения. Каково оно — оружие будущего? И какие страны уже могут похвастаться совершенно фантастическими разработками? Это видео снято на ракетном военном полигоне «Белые пески» в Калифорнии. Установка «Лазерный мститель» поражает световым лучом боеприпасы различных калибров вплоть до самого крупного снаряда НАТО — 155 миллиметров. Для мобильности на поле боя «Мститель» устанавливают в кузове армейского внедорожника «Хаммер». Лазерным лучом пушка режет сталь толщиной до 10 миллиметров. Как показали тесты, это оружие с лёгкостью уничтожит любой вид наземного транспорта, беспилотники и низколетящие цели, например, вертолёты. Это такая система, которая могла бы действовать мобильно, работать по самым разным объектам, как и по воздушным объектам, так и по наземным объектам, в том числе по минным полям. Ещё одно чудо оружия Америки — беспилотник «Риппер», в переводе с английского — потрошитель. Он работает на высоте, недоступной лазерным пушкам. Его не видно и не слышно. Благодаря этому цель до последнего не подозревает о готовящейся атаке. Он может держаться в воздухе фактически сутки. Во-вторых, у него очень высокая, большая высота, там 13 километров он действует. Ещё одно оружие, способное уничтожать масштабные цели — современный эсминец-невидимка «Замвулт». Его высокоточное ракетное вооружение поражает вражеские войска, стратегические объекты, береговые укрепления. Это многоцелевой ударный корабль. Он может воевать против веносных групп. Он может решать задачи по уничтожению объектов на берегу. По словам отечественных аналитиков, американский эксперт Дэн Плеш, утверждая, что новейшее оружие гарантирует победу США в любом военном конфликте, сильно переоценил возможности американской армии. Дело в том, что новейшее оружие бессильно против российского комплекса противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Сегодня эта зенитно-ракетная система превосходит все существующие аналоги в мире. Комплекс может вести стрельбу посредством воздушного нападения противника не только на встречных курсах, но и вести вдогонку. Ракета для этого комплекса, летящая со скоростью порядка 10 чисел МАХа, сможет эту цель достаточно эффективно догнать парасити. Еще более совершенным, по прогнозам специалистов, станет новый зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей». У него есть все функции «Триумфа», но помимо этого ЗРК способен уничтожать и военные спутники, а без поддержки орбитальной группировки все суперсовременное американское оружие превратится в бесполезный металлолом. Машиностроительная промышленность переживает новый бум. Заявляют эксперты. Теперь экскаваторы, тракторы и даже обычные манипуляторы становятся сильнее, больше и умнее. Многие из машин, которые строят, копают и спасают, теперь оснащены механизмами и функциями, которые раньше считались фантастикой. Мы составили рейтинг самой уникальной спецтехники и выяснили, что нас ждет уже в ближайшем будущем. Stellar TM20165 – самый большой шиномонтажник в мире. Этот специализированный автомобиль меняет резину у карьерных грузовиков, высота которых с четырехэтажный дом. Заменить покрышку размером с сарай для этого монстра – обычное дело. Он справится с тем, что не под силу даже дюжине самых профессиональных механиков. Уникальность вот этих автомобилей сервиса, они сделаны совершенно по другому принципу. Они более устойчивые, более тяжелые, у них большой вес и так далее. Плюс они не только меняют колеса, у них могут быть и сварочные работы и так далее, и сопутствующие. Благодаря Stellar в случае поломки огромные грузовики не нужно эвакуировать из карьеров. Спецмашина сама отвезет поврежденную покрышку в ремонт, а затем вернется с новой и установит ее. Stellar используют для замены шин у шахтового грузовика TH680. Это самый большой самосвал, работающий под землей. Кузов этой машины не поднимается вверх, поскольку такой механизм бесполезен в шахте. Вместо этого порода высыпается сквозь боковые створки грузового отсека. Это действительно очень большой грузовой самосвал. И с тем, чтобы понять, что это за монстр, можно просто привести пример, что, например, стадион Лужники, он может засыпать за считанные минуты полностью доверха, землей. Еще один монстр-гигант в сфере спецтехники — роторный экскаватор «Баггер-288». Эта машина высотой с 25-этажный дом. На конце стрелы «Баггера» установлен специальный диск с острыми ковшами. Ими машина вгрызается в грунт. Затем порода попадает на огромную конвейерную ленту, длина которой в два футбольных поля. «Баггер» настолько огромен, что не может сам перемещаться между карьерами. Его перевозят в разобранном виде. Мне кажется, что его видно с Луны. Его видно с космонавта видят, потому что он именно и предназначен для этого, что он поедает породу в колоссальных пространствах и объемах, в колоссальных объемах. И он служит именно незаменимым средством для карьеров. Это так называемый «грузовик лопата». По словам производителей, такая машина может выкапывать даже вековые дубы весом в 7 тонн. Для каждого вида дерева нужен свой размер и форма механической лопаты. Поэтому компания-разработчик выпускает сразу несколько видов стальных манипуляторов. Она рассчитана на работу с деревьями определенного типа и определенного размера. Она действительно не будет вредить каким-то образом корневую систему, потому что это, наверное, единственное, что может быть повреждено при работе с деревом. А так выглядит настоящая «Красная пантера». Необычное имя своему изобретению дали австрийские инженеры. Это один из самых быстрых пожарных автомобилей в мире. Он может разгоняться почти до 120 километров в час. Как правило, «Красную пантеру» используют в аэропортах. Дело в том, что при пожаре самолета скорость тушения играет решающую роль. Ведь огромный пассажирский лайнер может полностью сгореть всего за считанные минуты. Пантера, она и предназначена для того, что она может локализовать пожар внутри самолета. Потому что, когда вы легли в ходу на обшивку, вода не проникает внутрь, он герметичный. Для этого придуман специальный щуп, который пробивает корпус самолета просто насквозь и заливает его водой. Пожарные управляют водометами прямо из кабины. Рядом с рулем установлен джойстик. При этом «Пантере» не нужно останавливаться. Она может поливать самолет водой и пеной на скорости до 30 километров в час. Такие машины работают сразу в нескольких российских аэропортах. По словам экспертов, огромные габариты спецтехники – необходимость. И это несмотря на то, что сегодня все мировые разработки направлены на уменьшение размеров и веса аппаратов и конструкций. По мнению футурологов, в будущем специализированные автомобили не уменьшатся в размерах, а напротив, станут еще больше и тяжелее. Кроме того, один агрегат сможет совмещать в себе функции сразу нескольких сегодняшних машин. Далее в программе. Люди с клешнями на ногах. Где они обитают и почему стали такими? Впервые результаты многолетнего исследования генетиков. Смогут ли врачи спасти племя Вадома от страшной болезни? Они решили, что это посланник богов, что не просто так боги дают им таких детей, они должны остаться. Шокирующие битвы животных, которые случайно попали в объективы камер. Чем закончится противостояние носорога и бегемота? Как жираф оставил с носом целый прайд львов? И в какой стране устраивают бои редких животных в прямом эфире? Адреналин и норадреналин. Но они на организм влияют по-разному. Кто-то нападает, кто-то убегает. Независимые исследователи обнаружили вход в засекреченный подземный концлагерь времен Второй мировой войны. Что такое лагерь дождевого червя? Где его построили? И чем знаменито это жуткое место? Многие сокровища, похищенные из территории, в том числе Советского Союза, были спрятаны в одном из этих тоннелей. На каком языке говорит преступный мир России? Откуда взялась так называемая феня? Удивительная история тайной организации, которая стала могущественнее масонской ложи. Это были бродячие люди, чисто развойными делами занимаясь, с одной стороны, да, и занимаясь мелкооптовой торговлей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ученые из университета в Квинсленде составили рейтинг самых редких генетических отклонений. Всего туда вошли 11 аномалий, среди которых синдром человека-дерева, циклопия, повышенная волосатость, синдром русалки или сросшиеся нижние конечности и стремительное старение. Но самой удивительной мутацией эксперты признали к лишненогость. Людей с таким диагнозом можно встретить в Африке. Уже много лет генетики пытаются понять, что провоцирует эту аномалию и как от нее избавиться. Болезнь получила название «Вадома». Также называется племя, где генетическую мутацию обнаружили впервые. Среди жителей этой народности мутация передается по наследству уже несколько веков и встречается примерно у половины населения. Как живет племя к лишненогих и почему они скрываются от посторонних глаз? Что могло спровоцировать резкий всплеск и распространение этого заболевания на африканском континенте? А главное, можно ли это остановить? Племя Вадома живет в Южной Родезии и Ботсване. Этот народ старается избегать контактов с чужаками. А все потому, что его представители заметно отличаются от других людей. На ногах у Вадома всего по два пальца, причем оба больших. За такую аномалию этот африканский народ называют клешненогими. Вадома селятся в безлюдной местности, подальше от посторонних глаз. Живут натуральным хозяйством, разводят скот, собирают фрукты и ягоды. Двупалых и пятипалых детей в племени рождается практически поровну, но никаких различий между ними не делают. Возможно, когда-то в этих районах было зелено, может быть, росли леса, и, может быть, эти люди просто лазили по деревьям, поэтому эта мутация закрепилась. А потом, в связи с глобальным потеплением, поменялся климат, и сейчас они так, как и мы, просто ходят этими ногами по земле. Ученые не могут дать однозначного ответа, когда, а главное, почему начали происходить эти изменения. По легенде, в незапамятные времена у одной из женщин Вадома родился двупалый ребенок. Но члены племени посчитали это дурным предзнаменованием и убили малыша. Совсем скоро история повторилась. Родился второй, тоже клещеногий, его тоже умертвили. Когда родился третий, они решили, что это посланник богов, что не просто так боги дают им таких детей, они должны остаться. И его оставили в живых. О загадочных жителях Черного континента, чьи ступни вывернуты назад, писал еще древнегреческий историк и географ Страбон. В середине 19 века людей-страусов с двумя пальцами на ногах упоминал в своей книге и американский путешественник Поль Дю Шаю. Но никаких документальных подтверждений существования племени Вадома не было. Клещеногих считали чьей-то выдумкой. Все изменил вот этот снимок. Эту фотографию в середине 60-х сделал военный летчик Марк Малин. Снимок стал неопровержимым доказательством. Клещеногие люди не легенда. Они существуют. В 1971 году на поиски уникального племени отправилась экспедиция британских ученых. Они нашли Вадома и даже сумели уговорить одного из них, 35-летнего мабарани Каруме, отправиться с ними в Англию, чтобы провести исследование. У части людей этого племени встречается мутация. Это известное заболевание, дидоктилия, когда конечности, нижние обычно конечности, имеют только два пальца. По сути, два больших пальца. Остальные исчезают. И дидоктилия, или ноги страус, как еще называют, это мутация. Исследователи считают, стремление Вадома к уединенной жизни и отсутствие браков с членами других племен стали главной причиной этой генетической аномалии. Поскольку племя малочисленное и в нем очень развиты родственные браки, то вот эта такая своеобразная мутация, она закрепилась на генетическом уровне и в общем-то превратилась в такой устойчивый генетический брак, как говорят генетики. Недавно генетики обратили внимание, двупалые дети стали рождаться не только у Вадома, но и в племенах Каланга и Калахари. Эксперты предполагают, что случаи редкой аномалии вскоре будут зафиксированы и у других народов Черного континента. Но что это? Простое стечение обстоятельств? Или генетическая мутация незаметно начала распространяться? А может быть, мы не заметили, что новый этап эволюции уже начался? Сотруднику одного из национальных парков удалось снять эпическую схватку носорога с гиппопотамом. Животные не поделили маленькое озерцо. В разгар битвы бегемот схватил соперника своими огромными челюстями, утащил под воду и не выпускал, пока тот не утонул. Такие битвы редко попадают в объективы камер, но если становятся достоянием общественности, непременно вызывают шквал обсуждений. Из-за чего травоядные вдруг проявляют агрессию? Почему прирожденные охотники сами становятся жертвами собственной добычи? И какие они? Самые шокирующие битвы животных. В дикой природе носороги редко враждуют с бегемотами. Но если стычка происходит, то обычно побеждает носорог. Случай в заповеднике на плато «Малая кору» стал редким и шокирующим исключением. Разъяренный бегемот атаковал носорога на водопое за посягательство на свою территорию. Несмотря на то, что носорог превосходит бегемота по силе и размерам, отсутствие рога решило исход поединка в пользу гиппопотама. Как сообщили сотрудники заповедника, носорог лишился своего грозного оружия в результате нападения браконьеров и не смог защититься. Такие битвы между травоядными – большая редкость. Чаще схватки происходят между хищниками или охотником и его предполагаемой добычей. Почему вообще битвы происходят? В первую очередь кто-то должен стать обедом. То есть один хищник, второй – жертва. Если хищник не рассчитывает свои силы, и жертва оказывается более изворотливой, более хитрой или более сильной, естественно, хищнику достается по полной. Свидетелями такой неудачной охоты стали туристы в пустыне Намибии. Стая львиц собиралась поужинать жирафом. Хищницы загнали жертву к альфа-самке, которая готовилась к решающему броску. Но в последнюю минуту что-то пошло не так. Львица чудом осталась жива, а жираф поспешил унести ноги как можно дальше. Зоологи утверждают, что спастись парнокопытному помогло единственно верное решение. Он пошел на пролом, не сбавляя скорости. Это помешало львице вцепиться жертве прямо в горло. В данной ситуации, в принципе, здесь ничего удивительного нет. То есть это хищник напал на свою, так сказать, ну, типичную в этой ситуации добычу. Гораздо удивительная защитная реакция. Обычно травоядные в такие моменты впадают в ступор или начинают метаться. Хищники ждут этого, чтобы добить жертву. Но случай с жирафом лишний раз доказал. Стратеги рождаются даже среди них. Хотя вполне возможно, что это было просто небывалое везение. Получается защитная реакция. Выделяются такие гормоны адреналин и норадреналин. Но они на организм влияют по-разному. Кто-то нападает, кто-то убегает. Поэтому здесь как бы у нас такая вот система срабатывает в стрессовых ситуациях. В 2016 году кенийские биологи изучали повадки африканских буйволов и сделали интересное наблюдение. Оказалось, что самые агрессивные самцы, так называемые дагобой, обычно держатся по периметру стада. В момент опасности, когда все прочие буйволы начинают паниковать, дагобой молниеносно бросается на защиту собратьев. Выброс тестостерона превращает их в машину смерти, перед которой отступают даже такие опасные хищники, как львы. Стаяные животные, они могут заступаться друг за друга, скажем так. Ну, потому что вообще стая – это организация, которая направлена на защиту себе подобного. Считается, что хищник никогда не нападает на особь, которую не сможет съесть. Но случай в заповеднике Эверглайтс во Флориде доказал обратное. Четырехметровый бирманский питон попытался целиком проглотить огромного аллигатора. В результате змею просто разорвало на части. Обе рептилии погибли. После смерти они стали добычей других обитателей болота. Еще одну невероятную битву сняли английские дайверы. Осьминог поймал прибрежную акулу. Сначала он пытался задушить рыбу щупальцами, а потом просто перевернул ее кверху брюхом. Для того, чтобы дышать, хищнице необходимо постоянно двигаться. И, лишившись этой возможности, она погибла. В Китае бои между животными разных видов стали невероятно популярным развлечением. На одном из местных интернет-каналов ведут прямые трансляции поединков и даже принимают ставки на победителя. Рекордные сборы были зафиксированы во время битвы кенгуру и овчарки. Правда, при каких обстоятельствах умудрились повздорить эти двое, до сих пор остается загадкой. Далее в программе. Историки выяснили, что помешало нацистской Германии первой разработать ядерную бомбу и применить ее в разгар Второй мировой войны. Кто из физиков предал свою страну и оказался в числе лауреатов Сталинской премии? Договорился с одними своих друзей, что тот, кто из них раньше покинет этот мир, передаст информацию из загробного мира. Независимые исследователи обнаружили вход в засекреченный подземный концлагерь времен Второй мировой войны. Что такое лагерь дождевого червя? Где его построили? И чем знаменито это жуткое место? Многие сокровища, похищенные из территории, в том числе Советского Союза, были спрятаны в одном из этих тоннелей. На каком языке говорит преступный мир России? Откуда взялась так называемая феня? Удивительная история тайной организации, которая стала могущественнее масонской ложи. Это были бродячие люди, чисто развойными делами занимаясь, с одной стороны, да, и занимаясь мелкооптовой торговлей. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Ученые НАСА смоделировали смерчи на Юпитере. Ролик собрали из фотографий с космической станции Юнона. Как оказалось, северный полюс этой планеты чаще всего находится в зоне циклона. Поэтому на этой территории практически всегда штормовой ветер и часто образуются смерчи. По словам астрофизиков, иногда несколько небольших циклонов объединяются в один, превращаясь в гигантский смерч. Именно это явление воссоздали на видео ученые. В Португалии бразильский экстремал Эмерсон Мачада прошел по канату, натянутому между скал над морем. Спортсмен исполнил трюк между двумя известными утесами в Назаре. Это место знаменито самыми высокими волнами на португальском побережье. По словам самого Мачада, он потратил несколько месяцев на подготовку к выступлению. Ранее он уже исполнял подобные трюки, но в этот раз спортсмен не рассчитал силу ветра и высоту волн. На середине пути его буквально смыло с каната. К счастью, страховка выдержала, и Мачада не пострадала. В одной из больниц США пациентка сыграла на флейте в операционной. 63-летняя Анна научилась играть на инструменте еще в 11 лет. Но из-за болезни мозга она не могла удержать в руках даже стакан с водой. После операции врачи сами предложили Анне сыграть на флейте. Таким образом медики проверяли, вернулась ли к пациентке координация движения. Сама Анна назвала эту музыкальную импровизацию гимном Победы над болезнью. В мае в Хабаровске откроется новый музей. Среди его экспонатов будет довольно редкая вещь. Фонограф американского изобретателя и предпринимателя Томаса Эдисона. Это первый в истории прибор для записи и воспроизведения звука. Но самым ценным изобретением Эдисона коллекционеры считают аппарат для общения с духами, так называемый некрофон. За это устройство они готовы отдать любые деньги. Зачем Эдисон пытался наладить связь с потусторонним миром? Удалось ли им это сделать и почему американский изобретатель так хотел привлечь внимание прессы к своему невероятному прибору? В октябре 1920 года Томас Эдисон заявил, он знает, как связаться с умершими. Для этого ученый создал своеобразный телефон. Аппарат получил название «некрофон». Его изобретатель рассказал прессе, что устройство состоит из драгоценных металлов. Одного только золота в некрофоне – 15 килограммов. Там были использованы материалы и платина, и золото, и другие тонкие очень материалы серебро. Для чего? Чтобы уловить минимальные колебания вот эти воздушные при определенном воздействии на эфир. Драгоценные металлы, по словам Эдисона, помогали уловить магнитные волны. Аппарат преобразовывал их в шипение. Американский изобретатель заявил, «В этом шуме можно четко услышать голоса с того света». Эдисон говорил, что уже смог дозвониться с помощью микрофона до своего покойного друга. Томас Эдисон договорился с одними своих друзей, что тот, кто из них раньше покинет этот мир, тот другому с помощью этого прибора передаст информацию из загробного мира. Эдисон не рассказал журналистам, о чем именно поведал его покойный товарищ. Но сеанс связи вдохновил изобретателя. Он заявил, что аппарат позволяет поговорить с гениями прошлого. По словам биографа Эдисона, Тома Альшански, больше всего изобретатель хотел пообщаться с древними египтянами и выяснить, как им удалось построить свои пирамиды. Эдисон понимал, что будущее человечества обязано также вовлечь в строительство, так сказать, нового современного мира ушедшие поколения, более опытные. И он пытался из этого эфира найти сведения, поговорить там с древними людьми. Друзья Эдисона, как отмечал его биограф, не раз пользовались микрофоном. По словам близких изобретателя, в трубке они действительно слышали голоса умерших. Но историки считают, что на самом деле это не так. Люди просто поверили в иллюзию, которую создал для них Эдисон. Это, может быть, какие-то звуки, рождаемые окружающей средой, воздухом, какими-то деталями этого прибора, который будет приниматься за послание из мира загробного. Но это, скорее всего, обман слуха. Это некая иллюзия, это игра нашего разного. По мнению историков, Эдисон хотел привлечь внимание к себе и своей компании. В начале 20 века жители Америки и Европы массово увлекались спиритизмом. Вызывать духов было модно. Эдисон решил сыграть на этом и рассказал прессе, что создал прибор для общения с потусторонним миром. Это стало идеальной рекламой для его фирмы. Безусловно, современная наука к данному изобретению, на то, что весьма скептически. Это некий такой ловкий фокус со стороны Эдисона, чтобы привлечь к себе внимание. Сегодня коллекционеры пытаются найти знаменитый микрофон. Правда, даже чертежей никто и никогда не видел. Существовал ли аппарат на самом деле, или это просто хитрая уловка Эдисона, неизвестно. Ответ на этот вопрос изобретатель унес с собой в могилу. Польский институт национальной памяти выложил в интернет имена нацистских командиров СС и охранников из лагеря смерти Аушвиц, который действовал в оккупированной немцами Польше. Этот список сегодня считают наиболее полным. В нем около 9 тысяч имен. Но история Второй мировой войны хранит еще немало тайн. Одна из них связана с загадочным подземным городом, построенным в Польше по приказу Адольфа Гитлера. Для чего была создана сверхсекретная база на глубине 50 метров? Куда бесследно исчезли ее охранники? И где сегодня искать легендарную янтарную комнату? Эти фотографии сделаны в окрестностях польского города Мензежеча во времена Великой Отечественной войны. На первый взгляд, обычная немецкая военная база. Казармы, госпиталь, по плацу маршируют солдаты. Удивительно, но на самом деле, это всего лишь ширма для одного из наиболее секретных объектов Третьего Рейха, уникального подземного города, известного как Лагерь Дождевого Червя. Лагерь Дождевого Червя – одно из крупнейших подземных сооружений Европы. На 50-метровой глубине скрывается целый мир с многочисленными укрепленными бункерами, тоннелями, электростанцией, военным заводом, железной дорогой и даже собственным крематорием. Строительство базы началось еще в 1927 году, а с приходом к власти Гитлера темпы резко ускорились. Работы фюрер курировал лично. Ну, по слухам, да, тоннели из этого лагеря вели до самого Берлина. Насколько это точно, пока сейчас сказать мы не можем, но то, что эти тоннели идут на сотни километров, это безусловный факт. И они до конца не изучены. Это уникальные кадры. Весна 1945 года. Солдаты на руинах Мизеритского укрепрайона. Под таким названием лагерь дождевого червя фигурировал на советских картах. Именно тогда секретную базу Рейха впервые попытались исследовать специалисты. Но углубиться далеко эксперты не решились. Тоннели могли быть заминированы. Вторую попытку предприняли лишь в 80-е. Там десятки тоннелей. Все они тянутся на многие километры. И поэтому достаточно сложно это все обследовать. И небезопасно, потому что тоннели во многих местах осыпались. Эксперты утверждают, именно здесь, в лагере дождевого червя, находилась учебная база дивизии СС «Мертвая голова». Она используется в крайних ситуациях для выполнения самых резких, самых жестоких миссий по подавлению очагов сопротивления. То есть это элитные части Гитлера были. Мало кто знает, но у дивизии «Мертвая голова» были и другие, гораздо более секретные задачи. Бойцы этой дивизии, они сопровождали всегда ученых из ННР, они поднимались на Эльбрус, что-то искали на Кольском полуострове. Ну, в основном интересовали их следы древних цивилизаций и различные артефакты. Удивительно, но когда в 45-м единственную дорогу, по которой можно было отступать в сторону Германии, заняли советские танки, целая дивизия СС просто испарилась. Существует версия, что вот эти вот немецкие части, в том числе ССовцы из дивизии «Мертвая голова» ушли подземными тоннелями. Видимо, ее создавали в том числе на случай отходов. Но над чем работали нацистские ученые на этой подземной базе? По одной из версий, здесь велись работы по созданию ядерного оружия. По слухам, в том числе подтвержденным советской разведкой, Гитлер несколько раз посещал этот секретный объект. То есть там проводились какие-то эксперименты, в том числе над созданием немецкой ядерной программы, которую они испытывали на острове Рюген в Балтийском поле. Но некоторые эксперты считают, подземный город предназначался совсем для другого. Это была сокровищница Третьего рейха. Сюда тайно свозили ценности со всех оккупированных нацистской Германией стран. Более того, именно здесь и следует искать легендарную янтарную комнату. Существует большая доля вероятности, что многие сокровища, похищенные из территории, в том числе Советского Союза, были спрятаны в одном из этих тоннелей. По крайней мере, на это указывала переписка доктора Роде, который занимался вывозом ценностей из оккупированных территорий. Доктор Альфред Роде был известным немецким искусствоведом и экспертом по янтарю. Еще в 41-м году, когда нацистские войска продвигались по Европе победным маршем, Роде настаивал, чтобы янтарную комнату срочно перевезли из царского села в Кёнигсберг. Но почему? Может быть, все дело в том, что расстояние между Кёнигсбергом и лагерем дождевого червя всего 400 километров? По мнению некоторых исследователей, эти города тоже соединены между собой подземными тоннелями. Вот эти форты вокруг всего Калининграда стоят. Их огромное количество. Эти бункеры, залитые бетоном, там 10-метровые стены, кирпичные, даже вот бункер Паулса. Это было увлечение в те времена очень большое, я думаю, что их было очень много везде. Когда после войны в поисках украденных советских ценностей в Кёнигсберг приехал советский археолог профессор Александр Брюсов, доктор Роде согласился сотрудничать с ним, но упорно твердил, что янтарная комната сгорела при бомбежке. Позже выяснилось, что Роде состоял в регулярной переписке с Гитлером и давал тому подробные отчеты о состоянии шедевров. Вот, например, что он писал в 1944 году. Даю государственную гарантию, что янтарная комната хранится в достаточно надежном месте, в третьем ярусе бункера. Вход замаскирован. Кайль Гитлер. Недавно два кладоискателя заявили, в заброшенном горном тоннеле на территории Польши они нашли поезд с 300 тоннами золота, алмазами и жемчугом. Но точное местонахождение состава они откроют только в том случае, если им выплатят 10% от стоимости сокровищ. В Итальянском Неаполе местные жители сняли на видео уникальное явление. В Неве над городом появился странный объект. Он хаотично двигался в воздухе, а затем исчез. Уфологи утверждают, что этот объект инопланетного происхождения. Но большинство ученых считают, что светящийся шар, скорее всего, обычная шаровая молния. В Египте на плато Гиза археологи нашли ранее неизвестный тоннель. Лестницу в подземелье ученые обнаружили недалеко от военной базы, на территории, ранее закрытой для исследований. По предварительной оценке, ступени уходят под землю на глубину в десятки метров. Точные данные о находке не разглашаются, но исследователи подтвердили, что это сооружение построили примерно 4,5 тысячи лет назад, одновременно с пирамидой Хеопса. В бельгийском городе Тюрнхаут вновь откроют известный ресторан «Тысячи духов». Заведение прославилось на весь мир благодаря сатанинскому интерьеру и необычной кухне. Но кризис разорил его владельцев, и с 2008 года знаменитый ресторан закрыт. По информации бельгийских СМИ, совсем недавно нашелся новый инвестор, который хочет подарить вторую жизнь некогда культовому месту. Против инициативы выступают местные жители. Они искренне верят, что в здании ресторана живут злые духи, а сатанисты когда-то проводили там обряды жертвоприношения. Откуда взялись эти легенды? И что на самом деле происходит в этом загадочном месте? На этих кадрах туристы исследуют заброшенный ресторан «Тысячи духов». Он находится в маленьком бельгийском городке Тюрнхаут. Журналисты до сих пор называют его самым жутким заведением в мире. Удивительно, но когда-то это место было одним из самых популярных в стране. Правда, сейчас местные жители обходят его стороной. Они уверены, что сатанисты проводили здесь ритуалы черной магии. Ресторан «Тысячи духов» открылся в 1997 году. Заведение поражало своим жутким интерьером. Создатели этого места, Карл Хендрикс и Бьерн Лейс, украсили барную стойку и стены человеческими черепами. На полу были лужи крови, а двери угрожающе скрипели. За такое убранство ресторан прозвали «филиалом ада на земле». Кости, скрипящие двери, передвигающиеся предметы, картины, которые передвигаются с места на место, чем приводили в восторг посетителей, когда ресторан пользовался наибольшей популярностью. Он был построен именно, чтобы щекотать нервы. Желающим поужинать в филиале «Ада на земле» предлагали грязевой пирог с червями или летучих мышей, маринованных в соусе из пауков. А персонал ресторана наряжался в нежить и пугал посетителей. Но многие исследователи уверены, ресторан был всего лишь прикрытием. На самом деле в подвале заведения кровавые обряды проводили настоящие сатанисты. Впоследствии этот ресторан стал, скажем так, местом ритуальных убийств, местом каких-то дьявольских манипуляций, дьявольских ритуалов. Местные жители считают, что сатанисты со всего мира приезжали в этот ресторан для проведения своих ритуалов. Потому что ни для кого не секрет, что по всему миру есть сатанистские секты, которые узаконены, действуют официально, согласие властей. В 2005 году по городу пролетела новость. В ресторане «Тысячи духов» пропал человек. Якобы это был один из руководителей крупной компании. Большинство местных жителей было уверено, он стал жертвой сатанистов. По городу тут же поползли слухи, что в ресторане давно происходят странные вещи. Многие посетители потом сходили с ума, с ними происходили какие-то катастрофы, какие-то несчастные случаи. Но самое страшное, конечно, что некоторые люди, которые побывали в этом ресторане, они оттуда не вернулись. То есть они исчезали прямо там, где-то в туалете, где-то в подсобках, непонятным где, но и больше их никто никогда не находил. Подливали масло в огонь и официанты, рассказывавшие посетителям жуткие истории о призраках, которые якобы живут в подвале. Такие разговоры напугали местных жителей. Они обвинили хозяев заведения в сектанстве и сатанизме. В 2008 году Карлу Хендриксу и Бьорну Лейсу пришлось закрыть ресторан. Но неужели в ресторане «Тысячи духов» сектанты действительно проводили обряды? Историк Михаил Коробко считает, владельцы и персонал заведения специально распускали слухи о привидениях и жертвоприношениях. Они как бы рисуют образ этого места. Они его как бы создают, как просто практически на глазах, как бы рождаются легенды. По мнению эксперта, история с пропавшим человеком, скорее всего, тоже выдумка. Ведь нет ни одного доказательства, что в ресторане действительно кто-то исчез. Никаких уголовных дел, связанных с рестораном, с убийствами, все-таки возбуждено не было. Да, все пока на уровне легенд, сказок. Но зачем владельцам ресторана распускать такие слухи? Эксперты уверены, бизнесмены стали жертвами неудачного маркетинга. Через семь лет после открытия дела в заведении пошли на спад. Изменилась мода. На смену Эмма и Готэм, любившим подобные места, пришли хипстеры. У заведения упала выручка. Чтобы возродить былую славу, владельцы и придумали жуткие рассказы. Но перестарались. Население маленького городка оказалось слишком впечатлительным. Объединенная Великая Ложа Англии, старейшая масонская организация в мире, собирается провести День Открытых Дверей. Ее глава Дэвид Степплс заявил, что намерен разрушить стереотипы, сложившиеся в обществе. Он утверждает, что из-за многовековой дискриминации многим масонам до сих пор приходится скрываться. Мало кто знает, что на Руси была своя тайная организация, членам которой пришлось даже изобрести собственный язык, чтобы избежать ареста. Кто такие афени? Как им удалось построить свою подпольную торговую империю? И почему их язык используют в России до сих пор? В 15 веке в нашей стране появились афени, так называли бродячих торговцев. Со временем из-за гонений им пришлось создать нечто наподобие тайного общества. Это были бродячие люди, чисто разбойными делами занимаясь, с одной стороны, да, и занимаясь мелкооптовой торговлей. Они настолько умело сочетали вот этих два вида занятия, эта вот группа как раз и представляла собой вот этих вот афеней, которые в последующем как бы создали определенную касту. По сути, афени организовали первое на Руси общество с ограниченной ответственностью. У них был свой устав, неписанный кодекс чести, и даже уставной капитал, или, как его называли в те времена, схрон. У них были общаки свои, которые они использовали, когда надо было. Они подкупали каких-то полицейских чинов. То же, что и делала эта мафия, да? Они подкупали какие-то органы власти, для того, чтобы решать свои задачи. Поэтому они использовали вот этот рычаг, именно финансовый, для решения своих задач. У афеней также был свой дресс-код. Они хотели отличаться от крестьян, поэтому одевались в яркие, разноцветные шаровары, жилеты и рубахи. Эти вещи они шили из дорогих заморских тканей. В таком виде древнерусские бизнесмены ходили по городам и продавали свой товар. Основной товар афени, вот этих самых карабейников, были не яблоки, не джем, не мед и все прочее, а были книги. Вот, что было совершенно удивительно. И они, по-моему, все прочее, занимались, в общем, распространением грамотности. С афеней связана еще одна вещь. Это так называемые адописные иконы. Афени придумали необычный маркетинговый ход. Сначала один торговец приходил в село и продавал адописные иконы. На первый взгляд они выглядели как обычные, но под верхним слоем краски и ликами святых скрывалось другое изображение демонов и чертей. Затем, спустя несколько дней, в той же деревне появлялся второй афеня и разоблачал подделку. Детрость с адописными иконами заключается вот в чем. Человек молился и не мог понять на эту икону, а у него все происходило наоборот, с точностью наоборот. Для того, чтобы понять, какая икона, вам нужно ее вскрыть. Снять этот слой краски, снять левказ, ну вот и понять, что это вообще, как-то на самом деле там внизу есть что-то другое. Второй афеня выступал в роли спасителя. Он предлагал за доплату обменять дьявольские адописные иконы на церковные. За подобное мошенничество бродячих торговцев преследовали. Чтобы избежать ареста и виселицы, предприниматели разработали тайный язык. По данным филологов, афени общались между собой и обсуждали аферы при помощи примерно полутора тысяч слов. Этот жаргон изучал этнограф и писатель Владимир Даль. Владимир Даль это просто был человек, который занимался изучением языков. И он выполнил эту работу, и это был первый какой-то такой более-менее систематизированный словарь языка афени. Считается, что именно язык афеней лег в основу современного воровского жаргона фени. В 2006 году в Екатеринбурге установили памятник афеням. Открытие скульптуры приурочили ко дню работника торговли. Выдающийся мыслитель эпохи Возрождения Джордана Бруно утверждал, что стремление к истине это единственное занятие достойное героя. Давайте искать истину вместе. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин